и снова всем привет друзья вы смотрите и слушаете в 36 раз или супер дизайн подкаст и сегодня в нашем сегодняшнем выпуске подкаста мы расскажем вам про мер гонок как отжигали любимые мной герои команды и соответственно мы будем приступать постепенно к нововодшим и предстоящим видеоиграм сегодня у нас три традиционные темы которые вам наверняка будут интересны кстати мы записываем этот подкаст в эти минуты когда начинается лига чемпионов лига европы лига конференции и фа футболе между прочим но тем не менее усаживайтесь поудобнее запасайтесь чем угодно и мы незамедлительно начинать да дорогие друзья мы начинаем нашу первую тему это мер гонок и начнем с обзора гран-при сингапура формуле 1 который прошел который прошел на прошлой неделе и начнем мы как всегда с квалификации и до этого с практики но вначале о трассе о трассе марина bay street circuit изначально предыдущая версия трасс использована в прошлом году но в этом году ее видоизменили и видоизменили только вот по по третий сектор трассы вместо или нет двух шикана оставили только последнюю шикану сделали как очень хорошую прямую немного качкообразную но и все же обгонов было немало было немало обгонов 4940 метров 62 круга точно один круг больше будет чем предыдущие годы проведение экран при сингапуром об этом мы рассказывали в превью в нашем 35 выпуске подкаста обязательно его посмотрите на пол позиция карл сайн джуниор оказался в субботу субботник квалификации джордж ассал 2 шарли клер 3 ландо 0 4 лирис хэмильтон 5 кивин манус и 6 фернандо лонца борец за бронзовые медали в чемпионате 7 8 стабанакон 9 не халки мир ну ли ам ловсон каков еще не зная трассы ли ам ловсон стал 10 макс ферстаппин 11 12 соответственно пьер гасли 13 чека перец кстати для рэдбула это первый двойной не выход вам не выход из третьего сегмента случился еще в инограмм при россии 2018 года между прочим двойной выход до войну не вы готовы 2 2 сегмента квала в 3 соответственно алекс албан 14 юки цунадо 15 16 вальтерри ботта 17 оскар пестре 18 логан саджент джо гуань юм стартовал квалифицировался 19 но был но он решил стартовать позади всех за превышение квот элементов двигателя и так же он стартует спитлейна в гонке за смену новых элементов без согласия технического двигателя во время закрытого парка ну и лэн строн квалифицировался два цены но позже был соответственно не допущен к старту ввиду своей аварии в первом сегменте квала и вот как получалось сегодня воскресная гонка в сингапуре на мариновой стрит circuit джо гуань юм стартовал спитлейна а как только гонка началась казалось инженер удержал лидерство от шарли леклера и джорджа рассела тогда вашего вторым но рассел потерял несколько места даже одно место потерял то время как напарник по команде льюис хэмильтона и значительно мог войти в первые трип ворота но срезал и получил преимущество и вернул позицию расселу также соответственно чека перес и юти цунода получили контакт во время первого круга из-за контакта с пересом юти цунода к сожалению сошел с дистанции логан саджинта попал чуть-чуть слегка в аварию стенку и переднее крыло начинало как-то болтаться на его машине обломки лежали на трассе и пейскар на трассе пейскар на трассе дал понять что много обломков но red bull red bull из-за своей странной стратегии по сделал решение не зазывать боксы пилота во время периода пейскара потому что старый хард у них стоял еще во время гонки совсем уж старый хард еще во время гонки он как-то износился рассел ландо норрис и люис хэмилтон обгоняли переса и макса ферстаппина которые жаловались на износ харда который никак не 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 влиял вообще на их езду ферстаппина переса вы заехали в боксы и вышли на пятнадцатое и восемнадцатое место соответственно но сразу же на пятое и восьмое они прорывались гонка продолжалась когда сайнс удержал всех за за всеми этими событиями стабан окон на несколькими минут несколькими кругами позже остановился за проблем с коробкой передач что позволило вывести выпустить виртуальный пейскар мерседеса что называется произвел двойной пидстопа о командный пидстопа и поставили медиум шины фернан даунца который получил пенализацию в а за ранний занято ранний период пискара то что он пересек линию на входе в питлейн совершил медленную остановку и выехал последним но он решил как бы из-за этого решил как бы из-за этого немного проиграть и но и в итоге проиграл эту гонку фернан даунца ну и последние минуты этой гонки сайнс позволил норрису за идущего на второй позиции остаться в ранге остаться в на расстоянии при системе снижения турбулентности рассел и хэмилтон они оба прошли шарик лера который не мог ничего сделать но они не смогли атаковать норриса но на последнем круге норрис так хорошо оторвался что рассел ударился в стенку и сломал подвеску в десятом повороте и желтый флаг был выше но пискара к сожалению не было норрис сделал то же самое но до того как рассел попал аварию и гонка осталась без желтых флагов и машина осталась без за дамага у у норриса ну и со всеми этими происшествиями сайенс выиграл гонку впервые с гран-при великобритании 2022 года и первую с 2022 года гран-при австрии сломав тем не менее рекорд победа редбула и макса ферстаппинес и норрис выехал на второе место и хэмилтон взял третье место после аварии рассела джорджа рассела в свои 3-ти гонки между прочим формуле 1 лиам локсон скоро заработал первые очки финишировал в девятом за альфа-таури хэмилтон финишировал третьим и олонсо 15 место и 15 место олонсо позволила ему позволила хэмилтону выйти на 4 на 3 чемпионате пилотов ну и вот результаты во всеуслышание я бы сказал карл сайн джуниор ландо норрис и льюис хэмилтон в тройке льюис хэмилтон кстати показал лучший круг а на 35 867 тысячных шарли шарли клер на четвертом месте как был близок макс ферстаппин но не доехал в итоге до до леклера на финише разделила их всего три десятых секунды пир гас 3 6 скорпиас 3 7 чека перри с 8 миллион лосон девятый киноза замыкает очковую десятку вне десятки алекс албана джоу гуаню нику халкин берг лёган саджент фернандо лонсо и джордж ассел классифицирован вставание в один круг из-за аварии свои вальт ремонт из перегрева сошел с дистанции с табанак он из-за коробки передач из-за коллизии с чека пересом и кицу но сошел а лэнстрол как мы уже говорили был недопущен старту теперь соответственно чемпионат пилотов и кубок конструкторов перед началом этапа на этой неделе в сузуки который мы сейчас будем превьюить с вами макс ферстаппин 374 очка 223 у чека переса 180 у льюиса хэмилтона 10 очков разница между ними фернандо алонсо борьба за первую тройку за тройку в чемпионате будет интересный 142 у карлс сэнс жуниора 223 у шарли клера 109 у джорджа рассела обе феррари прошли джорджа рассела ладно 97 очков 47 у ланстроловича который вовсе не стартовал гран-при сингапура но надеемся что сузуки он будет быстрее и сильнее 45 у пьер гасли 42 у оскара пьястри ему достаточно будет обогнать пьер гасли чтобы тот вообще сошел аутскор пьястри был десятки и взял бы звание новичка года формуле 1 с табанако 36 очков 21 у алекс албана 9 у них у халкенберга 6 у вальтери ботаса 4 у джо гуан ю 3 у дитсунута 3 у кивина максона 2 у лима лоуссона 0 у логана сажента выгнанного нига дебриса и у травмированного даниэля рикьярда но катару рикьярда будет явно посильнее своими шрамами ну и предстоит ему еще обследование даниэля рикьярда ну а пока и фатаре 5 очков на 5 очков больше у альфа ромео феррари хас феррари на 2 очка больше 212 у хас феррари вильямс мерседес 21 очку 81 на 60 больше у альпина рено 139 маклана мерседеса 217 у астон мартин арамко мерседес 265 у ferrari 289 у мерседеса 597 у рэдбул рхонда рэдбул пауэртрейнс ну а следующий этап начинается на сузуки интернешнл на этой неделе на этой неделе этап сузуки интернешнл и вот то что мы сегодня увидим это конечно же вот интересно шейники спирели привезут состав c1 c2 и c3 ну а сама трасса звук интернешнл напоминает восьмерку напоминает она восьмерку гран-при японии проводился только на двух трассах которые мы видели на протяжении всех этих всех этих гран-при это у нас был фудзи и suzuka интернешнл suzuka использовал 63 в 64 и 76 году но правда как внезачетный этап формула-1 на фудзи 76 году праздновал победу марио андре в 77 году двадцатого столетия джеймс хант suzuka как только открыли для гонок формула-1 в 1987 году выиграл герхард бергер на феррари затем айртон сена александра на не ввиду дисквалификации артона сена выиграл восемьдесят девятом году на пенетоне на fm5 90 году выиграл герхард бергер на макларен хонде девяносто первом году рикардо патрес в девяносто втором году на велим сорино альтон сена на макларен в третьем году считалось его это его сороковая победа и предпоследняя в его карьере деймон хилл в девяносто четвертом году велим сорино из-за тактической ошибки михаэля шумахера и команда минетон форта выиграл на велим сорино михаэль шумахер redemption day взял за за предыдущую ошибку команды девяносто четвертом году на гамприи японии из-за дэймона хилла и и явно был не их день у вильямса минетона рено выиграл и взял кубок конструкторов дэймон хилл в девяносто штом году выиграл и стал чемпионом михаэль шумахера на ночку приближался к жаку вильнео в девяносто седьмом году и выиграл на suzuki мика хаккенена девяносто восемь девяносто девятом выигрывал титулы за маклана mercedes 2000 выиграл михаэль шумахер на ferrari тоже выиграл титул за ferrari 1 между прочим за последние 20 лет страшного проклятия ferrari 2001 михаэль шумахер выиграл дальше вот еще еще один год подряд на ferrari выиграл михаэль шумахер 2002 году рубенс баррикел 2003 году выиграл за ferrari затем михаэль шумахер кими райканен выиграл на последнем круге в 2005 году джан-карло физикеллы на рено гран-при японии на suzuki international фернанд алонси за сгоревшего двигателя шумахера в 2006 году до своего коронавания чемпионского титула в бразилии на интерлагасе льюис хэммиттон на футси выиграл 2007 году фернанд алонси на рено выиграл в 2008 году ну и последние несколько лет suzuki принимала гран-при японии sebastian феттель четыре раза побеждал затем дженсон баттон вклинился в 2011 году взяв победу за макларен mercedes льюис хэммиттон в 2014 году затем льюис хэммиттон в 2015 никроссберг в 2016 тогда до своего коронавания чемпионского титула в абу-даби никроссберг начал побеждать пока не случился спад из-за память льюиса хэммиттона но при этом ростсберг стал чемпионом в 2016 году в 2017 льюис хэммиттон выиграл затем второй год подряд в 2018 вальтери в 2019 году дальше уже два года из-за ковид-19 не проводился гран-при японии в 2021 году на suzuki интернешнл из укороченного из укороченной дистанции макс ферстаппен выиграл стал чемпионом мира вот так вот suzuka фактически определяла чемпионский титул для многих пилотов это и макс ферстаппен это и sebastian феттель это и михаил шумахер это и в общем-то и микки хаки и дэймон хилл и айртон сена и в общем-то элен прост фактически ну а среди побед среди гонщиков 6 раз побеждал михаил шумахер 5 раз льюис хэммиттон 4 sebastian феттель дважды гехард бергер айтон сена дэймон хилл мика хаггин и фернанда лонца и по моему все среди конструкторов макларен выиграл девять раз 7 раз выигрывал ferrari 6 mercedes 5 red bull три бенетон и williams 2 рено и один раз выигрывал здесь лотус среди производителей двигателя 11 раз mercedes выиграл еще 90 8 2005 была построена этот этот двигатель специальной фирмы in more 10 раз выигрывала рено 7 раз выигрывала ferrari 5 раз выигрывал ford тогда еще построенный косвордом два раза выигрывала honda и по моему все но это что касается гран-при японии которая состоится на этой неделе на этой неделе мы увидим ли оволосную инфициенту в полном боевом расположении духа и соответственно мы все увидим по ходу этой недели который гран-при японии кстати говоря состоится с 22 по 24 сентября потом будет неделя паузы неделя паузы и соответственно гран-при катара у нас с вами намечается который состоится 8 октября на lusail international те кто из вас видит наверное стримы по iphone manager 2023 те могут понять что трасса очень скоростная переходим к мото гран-при переходим к мото гран-при и там мы видим что у нас намечается с вами на этой неделе гран-при индии гран-при индии на будх интернешнл circuit indian oil гран-при запланирован этот этап спланирован этот этап чтобы использовать не как формуле-1 конфигурацию а как вот известно как известно конфигурацию для мото гран-при даже кстати вынесенную конфигурацию подготовили организаторы без шиканы здесь чтобы лучше чтобы лучше было кататься мотоциклистом ну а пока мы видим что франциско банея может выиграть еще одну гонку если не марко битзеки то конечно кто может быть хорхи мартин брэдли биндер или джоан зарко или фабио кортаро на немахи должны восстать как феникс как феникс из пепла и выиграть при этом гран-при индии фабио кортаро и франко марбидели из монтэнджи немаха factory team но пока что перед этапом в индии на трассе бутх интернешнл прайма прама крейсинг 304 хк 353 у муни в яр команда валентина россии у деккатер смоди 418 апреля 288 и 1077 red bull ктм factory team это что касается мото гран-при этого года но на следующий год на следующий год мотоциклетные гонки станут еще больше но судя по календарю и наверное это может быть интересно вот ралли давайте кстати посмотрим мы кстати будем превьюить гран-при классическое ралли ралли чили в концепционе био 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 в чили на гравийных дорожках чили этап состоится с 28 сентября по 1 октября и в будущих выпусках нашего подкаста мы вам об этом расскажем пока что календарь и у них алтон лидируют на более чем несколько очков а не пиржет эльфин эванса тире но я верю от оттанака си бассейна же сапикалаби такому так отсюда и сорда тимсуна и первый и любая замок замкнувшую десятку николай грязин пока пять очков с константином александровым не на двадцатом месте в защите производителей toyota газорейсинг 430 очков хиндай желмобис 339 и m sport 4 wrt 220 очков теперь соответственно мы расскажем немного про формулу е про формулу на электромобилях и там мы смотрим с оглядкой на наших гонщиков на электромобилях пока что у нас остались несколько вакансий в некоторых командах maserati msg ds пенски nio 333 а в купра махиндер и этак ever porsche но и андре т-глобал взяла джека дениса и нормана на то оливер ролланд и алекс финистрас в ниссане и дамс регуар тсс рейтинг мичевенс и ник кассиди макглара nissan джек хьюз и сэм бёрд и энвижен рейтинг робин фрианс и сэп буйми ну а календарь как мы уже рассказывали в наших ведущих выпуск подкаста будет иметь следующие этапы михика сити дирия дабл хедер сан паула токио рим дабл хедер монако берлин дабл хедер джакарта портленд и дабл хедер в лондоне последний этап 20 до 21 июля вот так это все будет происходить о формуле один как вы уже и поняли осталось всего лишь три вакансии три вакансии но обещают альфа-таури что с своим ребрендингом что за эту команду которая еще никак официально не названа поедут юти цуноды даниэла риккерда а за вильямс рейтинг еще неизвестен напарник но фактически мы знаем что логан сажет пока не оправдывает доверие менеджмента вильямса но кто-то поедет за них кто-то другой но мы знаем что джо гуаню и вальтери боттс будут ехать за за альбер пьер кассий за альпин две надежды франции фернанд алонсо ланд струлович продлены шарли клэр карл сайн джуниор за феррари кимен мангсон нику халкеберг за хаос феррари за макларен мерседес поедут ландо дорис оскар пиастре следом льюис хэммитон джордж шассела чека переса макс ферстаппен чемпионская команда red bull остаются в ней и алексал он пока не не имеет пока напарника по команде ну и соответственно календарь уже мы рассказывали на предыдущих выпусках подкаста он состоит из четырех гонок 24 гонки и соответственно всякое может быть с изменениями в календаре ну и в общем то все это мы увидим по ходу дела эндюранс ауто рейсинг и фиа флот эндюранс чемпионшип следующий наш этап состоится в бахрейне 4 ноября на трассе сахир интернешнл серкет и пока мы видим что чемпионы у нас определились среди гиперкаров производители это тойота среди команд гиперкаров герстим джота и корвет рейсинг лм gtm команда стала чемпионом за лмп2 борьба будет очень серьезной очень серьезный и в то же время лмп2 пока тем wrt готовится опередить интер европоль компетишн за польскую команду выступает яков шмиховский а роберт купится за тем wrt с луидой тразом и руя андраде юнайтед ауто спортс альпин эльфтим плотная борьба сейчас наблюдается джота хитро фиттипальди дэвида хэнмайера хэнсона и оливера расмуссона тоже в плотной ситуации с тим в арте ромен и фрэнс и жангелия фердинада хабсбурга даня квят дориан пин и мирко барталотти филипп у орган бент вискаль и там же андрея кальдарелли хуан мельник рэйм отец бехи за премо-рейсинг выступает и там тоже плотная ситуация может быть так вот премо-рейсинг плотно в опасной ситуации первой восьмерки оба экипажа находятся один на грани другой за грани 48 на 39 очков директор спорт 29 альпин эльфтим два экипажа один вверху другой внизу 21 очко второго экипажа а вот у первого 74 74 очка альпин эльфтим тим даблый артиста 35 очков но они уже точно обеспечить чемпионский титул есть ничего не изменится но я уже говорил что тойота выиграла у феррари в одну калитку и в команде гиперкаров пока что протон компетишн и проиграла титул херстим джота 125 на 18 и этот титул уже оправдан многими болельщиками ну а сейчас но сейчас давайте немножечко сменим курс на на гонки в наскаре поскольку у нас индикар уже давным-давно давным-давно уже завершился и завершился на победе алекса палоу так вот у нас завершился этап на прошлой неделе на бристоль на бристольском этапе бристоль мотор спидвей в престоле штат теннесси бас про шопс найт рейс это у нас как бы считается этапом уже двадцать девятым в рамках этого плей-оффа так вот 500 кругов по бетонной дорожке по бетонной дорожке и соответственно вот убедителем в данном этапе двадцатом этапе сегодняшнего прошедшего простите этапа бристоле стал дэни хэмлин кайл ларсон крис бушер тай гипс и майкл макдауэлл стал шестым чейс эллиот седьмым брэд киздовский восьмым далее вильям байрон и реки стенхаус они не отстали на круг как это сделать чарсон хачевар карстан хачевар райан приз алекс болон баба волос стали реддик тот желан остин зилон арик альмирола на два круга отстали марфин турекс младший кайл буш дэнил суарес там же район блэнни рост честейн на три круга отстали эрик джонс и курил а джои уже на больше отстали джи ели через близко харисон бертон и кивин харвик дальше еще на большая джи альмин дирьев биджи маклея от оттен синерик тай дилон сошел кстати говоря там же джои лагану джастин хэлли рая ньюман 10 смен лидерство среди 6 пилотов 6 желтых лагов за 53 круга часть 1 красный класс за 14 минут между прочим время гонки 2 часа 48 минут и 20 секунд средняя скорость 152 целых 152 целых 87 сотых километра в час ну и соответственно те кто у нас выбыли из раунда из шестна выбыли из раунда из 12 продолжить следующие 12 пилотов борьбу за кубок за nascar cup series nascar cup series monster energy сейчас поборются следующие пилоты вильям байрон уже обеспечил себе и у них пора победу уже обеспечил себе лидерство и у них порно с мартин трюксом младшим дэнни хэмлин на третьем месте одержавший победу дальше кайл ларсон крис буша кайл буш кристофер бэл талия рэддик рост честенбер кизиловский район блэнни и баба уоллос выбыли у нас из плей-оффа джо лакану кевин харри кристофер хаус и майкл макдауэлл и по моему все среди гостевых пилотов джейджи елием карсон хачевар бейджи маклео то уже от отъехали от проехали бристоль в этот раз а среди производителей шевроле 1069 на 1007 у тойота и 994 у форда и это при том что команды пока что лучше себя почувствовали даже автомобили наскар лучше себя почувствует следующий этап раунда из 12 состоится в ауто в техасском в техасском автодроме в форт лорс штате техас техас мотар спидвей ауто трейдер эхо парк аутомотив 430 этап чемпионата наскар раунда из 12 но это плей-офф раунда из 12 в наскаре состоится он на этой неделе в техасе и в будущем мы вам это покажем потом уже будет не будет недели паузы 1 октября выйдет ела в 1 октября на таладыге будет этап ела в 500 в северной каролине шарлот мотер спидвей аэровал банк of america royal royal 400 затем 15 октября будет будет этап саутпойнт в лас-вегасе штат невада дикси водка 400 в холмстеде штат майами в холмстед майами штат флорида в мартинсвилле в риджевые вирджинии 29 октября и 5 ноября чемпионская гонка в наскаре на стадионе на автодроме фениксе в авандейле штат аризона и в общем то пока что сезон на этом и завершится на этом и завершится сезон в аскаре но пока а наскаре и о многих других гонках мы с вами поговорили и сейчас давайте мы сменим курс и сменим тему как отжигали любимый мной герои команды итак поехали итак дорогие друзья мы начинаем нашу вторую тему это как отжигали любимый мной герои команды и сейчас давайте отправимся в менеджер лиг бейсбол там то мы видим что в американской лиге уже взяли плей-офф а балтимор орелиза там по вей рейс в национальной лиге атланта брейс лос-анджелес доджерс нью-йорке антис надо выбираться из этой из этой как бы скажем ку тюрьмы ну а что касается посева посева в плей-оффе то там уже получили место плей-офф балтимор орелиза боба рейс атланта брейс 18 сентября получит проход после первого этапа и лос-анджелес доджерс получила плей-офф уже 16 сентября то есть примерно за несколько дней до того как ватимор орелиз там по бей-рейс уже получили место ну но первыми взяла атланта брейс атланта брейс место плей-офф в общем-то по-моему ничего награды за сентябрь вы услышите еще в октябрьском выпуске подкаста ну а пока давайте сменим курсы посмотрим что у нас происходит в в мэджер лик сокер в мэджер лик сокер у нас произошло следующее у нас произошли некоторые изменения в в нью-ингланд революшн клинт пи стал исполняющим победности главного тренера нью-ингланд революшн и соответственно цинциннатия пока что лидирует орландо сити следом за ними дальше нью-ингланд революшн филадельфия юнион колумбус крюл отландо юнайтед нэшвилл клуб футболь мэнреаль дисси юнайтед чикаго файер шарлот нью-йорк сити нью-йорк ридбулс интер майами и следом за ними торонто на востоке на западе сан-клой-сити эсси лидирует латши лос-анджелес сиэтл саундерс в янкувер вайткапс хьюстон динамо ареал сорт лейк сан-хосе эртквейкс миннесота юнайтед портлинг тимберс спортинг канзас даллас остин элли галакси колорадо рапидс ну и следом следом у нас как известно среди бомбардиров среди бомбардиров у нас происходят следующие моменты это у нас денис бланк 14 мячей джорджиос якуматис и кони мухтар делят первое место у них на два на троих 14 мячей четвертое место делят случайного касталан пули до 13 мячей и соответственно среди передачи тягу альмада 15 кали жильек террера 13 передач и делят они второе место среди сухих и стивен кларк степан фрай шонатан сюра по 11 сухих матчей делят они вместе первое место роман чатан 10 сухих матчей пятое место делят педро голезе джон маккарти и дэйн сенклеер 8 сухих матчей команда недели 32 тура чемпионата 32 тура чемпионата и там мы видим что соответственно там мы видим что бради в воротах бейкер вайтинг родригес леннон 3 защитника буанга гольдкинда о джеда бупенза энрик мора 3 нападающих и 4 полузащитника калинья калинья пинес холлингшет му юмба бассет эспиноза клаус компания эрнандес запасные и главный тренер гонцала пина это тренер недели в 32 туре а энрик стал ромиро энрик стал игроком недели в 32 туре гол недели на счету у фаурисио фариса ну а награду в сентябре мы увидим еще в ближайших выпусках подкаста а сейчас давайте немножечко сменим курс и посмотрим что у нас происходит в анейчеле в анейчеле в нашем предстоящем сезоне в нашем предстоящем сезоне и там мы видим что судя по нашим судя по предсезонным играм предстоящим этапом которые должны состоять 23 24 сентября в народ лавера арене между аризона койотис и лос-анджелес кингс соответственно всякое может быть чудеса могут случиться могут случиться эти чудеса в этих предстоящих играх а теперь по транзакциям давайте пробежимся ушли у нас дэрек степан из каролины харрикин 17 сентября ник холдин за адамас и нейтарс приостановили свои контракты джош арчибальт из тампо бейлайтинг свободными агентами пришли из старых команд в новые соответственно посмотрите 13 сентября кейт кин кейт из чикаго волос нью-джерси дейвилс а по обменам в сентябре яков новак в из-за адамас и нейтарс в манреаль кенеденс это обмен первый в этом в этом году в сентябре перед стартом этого этапа регулярного чемпиона но перед предсезоном но перед регулярным сезоном будет предсезонный этап соответственно стадионная серия и winter classic состоится уже 1 января 24 года на тим мобайл парк в сетле штат вашингтон между сетцом кракен и лас-вегас golden knights это как раз первая будет игра в новом году в 2024 году и соответственно всякое может быть теперь насчет нба насчет нба там мы видим что начало сезона намечено 24 октября а соответственно in season tournament in season tournament состоится некогда 3 3 ноября и 9 декабря с 3 по 9 декабря этого года но это наподобие кубка так называемого предсезонные этапы состоятся с 8 по 12 с 8 с 5 октября по 12 по 19 октября с 8 с 5 по 19 октября на разных аренах они все будут проводиться что международный что внутри с канадой сша игры нба ну и соответственно по транзакциям давайте пробежимся соответственно игроки вот эти обмены которые мы с вами видим а трехкомандные обмены трехкомандные обмены пока их пока в даллас маверикс переходит гранд вильямс а вот орланда magic феникс санса и сан-анатонио сперс получают собственно другие нет некоторые драфпики которые уже были которые принадлежали остальным командам но теперь соответственно те кто у нас уже соответственно свободными агентами пришли это у нас марки в море с 16 сентября в даллас маверикс остался те кто у нас уже на двухпутевых контрактах уже 15 сентября джордан форд джордан форд в сакраменто кингс тренд форест в атланта хоукс на двухпутевом контракте предыдущие разы он был ну а те кто у нас ушли 16 сентября в баре мюнхен ушел серж и бака ну а те кто ушли окончательно из бывшей команды дмитрий скопинцев дмитрий скопинцев в нью-йорк никс из нью-йорк никс ушел дальше алекс мораль из в орландо мэджик ними сквета на линс нойл из сакраменто кингс ушли камерон пэйн из сан-анатонио сперс и по-моему дальше все и дальше по-моему все это что касается транзакции по nba за это за этот сезон in season tournament напомним вам что будет происходить но вот под группы точно такие же но будет как кубковая игра полуфинал финал состоится на т-мобайл арене в лас-вегасе штат невада в парадайз штат невада на арене лас-вегас golden knights и в общем-то по-моему мы это увидим по итогам этого по итогам этого in season tournament там в нба в этом году но это не будет идти в счет регулярного сезона некоторые победы ну а сейчас давайте пробежимся по лиге чемпионов финал финал лиги чемпионов состоится в на стадионе уэмбли 1 июня следующего года ну вот как мы видим что в первых подгруппах мы видим подгруппах мы видим что у нас выглядит так подгруппа лиги чемпионов следующим образом баварий мюнхен манчестер-мэндфорд коппенгарь ингалта сарай сви арсенала psv арсенал psv эндховен и ланс rc наполи реал мадрид прага унион берлин бенфика интермейл интер рэдбул зайсбург реал софьедат фейнорд атлетико мадрид лацио селтик пари сен-жермен баррис турнин милан ньюкасл манчестер сити эрболей цикред старбил крас от сервенозвезды белград young boys и барселона porto shaktar и royal club antwerpen подгруппе h но пока еще толком не названное соответственно соответствующие соответствующие бомбардиры и результативные игроки а вот что касается лиги европы то там подгруппы следующие вест хэм олимпиака с фрайбурга tsc футбольский клуб tsc аякс марсель брэдин хоу файк рейнджер сериал беди спарта алис ли масол атланта спорник штурм раков честачева ливерпуль ласк унион сан-желуаз тулуза вели реал рэн макаби бонатинайкос рома славя шериф сервет байер ливерпузен карабах мольда хакин в группе h европа конференц-лиг что у нас там происходит подгруппы у нас следующие оказались показать следующие подгруппы которых мы с вами и уже узнали по ходу жеребьёк линии слова братья слова олимпия любвена ка из фарерских островов класс класс виар это и и тора и тора филак и склад в свека гент макаби зори луганск бри бри таблик динамо загреб виктория пульсин астана балкани из косово дальше клуб брюки боль до буду глимт бешиташ лугану азет алкмар астон вилла лиге варшава зижилинский мостар из боснии ференцвара швенгрия фиорентина генг чукарички айнтрах франкфурт паук хик и абердин и пенербах челюдогорец спартак торнава их норшеланта в группе h это что касается подгрупп в лиге и в лиге конференцию ефа ефа евро 2024 давайте напомним вам про квалификацию квалификационные наши наши квалификационные моменты на финальный тур на финальный турнир про пока что проходит шотландия испания франция нидерланды возможно возможно англия италия италия между италии украиной по 7 очков вместе северной македонии хорватия турция могут уже пройти вы было окончательно латвия мы пока не забыли про другие команды гибралтар и мальта выбрали вы были в своих подгруппах могут пройти в плей-офф грузия и кипр норвегии уже там может быть и не будет молдова может пройти в плей-офф товари плей-офф фармерские острова не может а напрямую пройти албания чехия соответственно проходит в итоговый турнир и файл 2004 германии окончательно бельгия австрия финальный турнир временно проходит время проходит также венгрия и сербия выбрала сан-марина своей подгруппы а проходит дальше с вами не дания швейцария и румыния соответственно финальный турнир проходит португалия и словакия финальный турнир своей подгруппе проходит выбрала только что лихтенштейн и пока что акулицируется автоматически по хозяйка турнира у и файл 2004 германия раме лукаку 8 мячей раз нас хойлонд и скотт мак томмины 6 пенечи гарри кейна зэка адуми амдуи и криштиану роналду 4 у букаю заки ки амбапа георгио самасураса эллингу холанда и бруно фернандеша да и по моему все по одному с угол своей ворота мы помним салона кверкверио против испании стёпа макарчан бауль мустафа 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 мустафазадов арель мангала саламан кверквери аймуэли аталас шалай элидаса амира рахмани симон лучи лучингер фердинанд а папа фердинанд а пап джонни эванс роберт димаер озен кабак да и по-моему все следующий чемпионат мира чемпионат европы прошу прощения в 2028 году может быть проведен либо в странах англии и республики ирландии и либо в турции пока подтвержденные заявки у нас уже имеется но к сожалению там не будет россии потому что 10 октября будет выбран организатор турнира на следующий чемпионат европы 2028 года вам определенной стране 10 октября после германии которого в следующем году будет проводиться но что касается этих некоторых стадионов которые могут быть у нас будет олимпия штадион альянс арена бестфален штадион штукгерт арена франкфурт арена оффшальке фолькспаркштаден гамбург диссельдорф арена кёрн стадион и лейпциг стадион редбул арена как еще называют соответственно соответственно сейчас мы перенесемся в россию мы перенесемся в россию и там мы увидим с вами какие позиции заняли клубы в россии клубы в россии и вот соответственно вот как это все выглядит 18 очков краснодара на 1 очко меньше у зенита по 15 крыльев советов и динамо спартак догоняет урал идущий на пятом месте на между ними одно очко также одно очко между между двумя клубами и у и цска и локомотивом дальше паре айнен ахмат оренбург ростов сочи рубин они временно пока проходит стыки выбывают первую лигу факел и балтика хренинградская так что всякое может быть учиться случается соответственно по ходу по ходу всех этих отставок мы знаем что вадим евсеев ушел вместо него сергей ташуев дмитрий хохлов из сочинского клуба ушел вместо него александр точилин назначен был назначен тренером 17 сентября этого года и соответственно вы все знаете что лучшим бомбардером считается мотео кассиера антон заболотный федор чалов делят второе место четвертое место делят федор смолов делят федор смолов и эдуард спертян лидирует один чемпионате а выигрывает в бомбардировке другой что называется а теперь кубок россии среди женщин и соответственно суперлига среди женщин мы сейчас это узнаем зенит обыграл звезду 2005 перми 1 0 а по пенальти цска женский выиграл у локомотива 3 2 соответственно финал будет таков цска против зенита и состоится он наверное 14 октября следующего года но на каком стадионе пока неизвестно толком суперлига женская там мы видим что у нас зенита и цска между ними три очка цска лидер зенит 2 локомотив динамо звезда 2005 рязани вдово уже сыграли принесены и сыграли перенесенный матч чертанова ростов краснодар единиси рубин и крылья советов пока что они выходят на пару месяц чертанова в заключительный этап за 7 12 места а за 1 6 места поборется цска зенит локомотив динамо звезда 2005 рязани вдв 21 тур вскоре будет сыгран и предпоследний тура первая этапа среди бомбардиров мы видим что у нас а надеж лидирует габи он генея догоняет немножко невин дамьянович и надежда смирнова 9 3 место габи дживинска ченнери мак маклинс франциска дэкэлверс кален вилямс и яна шейна 4 место медея жаркова и елена зубкума на пятом месте она вела мы звали сегурчкина и катерина бандюкина только лишь шестые но что касается вратарей за это щербакова лидирует ни одного пропущенного мяча татьяна щербак 10 сыгранных игр и 6 пропущенных мячей и в итоге меньше всех пропускали но и отстали в сухую ирина сваришь татьяна долманова арина тараненко и елизавета щербакова и вот что по-моему ничего в молодежках у нас в молодежном первенстве зенит пока лидирует цска отстает немного на 6 очков локомотив краснодара лизаем выдавать чертан урбин енисей дальше у училища олимпийского резервного 5 мастер сатурна 28 очков динамо соответственно 10 место академия звезды 25 перми 11 место за новосибирь 12 12 место 13 у ростова 14 строгино академии в каврал 15 16 академии колизаветов из самары вот что у нас получается получается так что в первой лиге в первой лиге среди женщин мы увидим что вышли в финальный этап звезда 2000 звезда из санкт-петербурга в московской зоне спартак может выиграть и следующую игру 23 сентября если это возможно зоне подмосковья пока что проходит мастер сатурн из егорьевска учище олимпийского резервы номер 5 дончатком уходит финальный этап дальше выходит финальный этап по сборной челябинской области шар-вахидовского района снялся у нас клуб академии футбола имени юрия палача семина из орла академия футбола стамбова проходит дальше предварительно в борьбу за первую за топ-2 бгск спартак брянский тульский арсенал пройдут новосибирск выходит финальный этап и там же псков псковская россиянка финальный этап выходит зона золотое кольцо еще никак не сыграна как и зона дальний восток но еще впереди много игр и финальный этап первой лиги может стать интересным кто из них пройдет в суперлигу мы не знаем конкретно ничего не знаем первая лига среди мужчин и там мы видим что алани 20 очков динамо махачкалинская 18 очков окрон и торпеда москва по 17 очков они столкнули сокол старатов со следующего места с третьего наверное место сокол саратов 17 очков пятое место шиника на очку меньше на ночь уменьшись также с кахабаровской тюмени на ночь уменьшую химки и родины камаз 13 очков на пару с арсеналом и черноморцев по 11 очков ленинградцы и неси 10 у нефтехимика 5 у кубани 4 у волгаря вот так вот это все и произошло первой лиги замок на момент десятого тура первой лиги среди команд занимавших эти команд которые мечтают пробиться в премьер-лигу но салани вы помните такие истории когда стадион был не готов и в общем-то всякое случалось но на кубок россии на кубок россии фонбет по футболу мы видим что следующие игры у нас произойдут у нас произойдут прямо сейчас цска сочи фаренбург факел урал локомотив рубин ростов балтика крылья советов ахмат зенит и спартак как раз паре нн и краснодар динамо соответственно спартак лидирует динамо следом за ними краснодар 3 очка и 2 очка у паре нн напомню что розыгрыш кубка россии по футболу станет а уже уже очередным как бы в итоговой уже очередным чуть ли не 30 32 или 31 уже в российской истории да и в общем то по моему мы это все увидим кто станет победителем а кто станет проигравшим в кубке россии особенно финале на лужниках ну а сейчас давайте сменим курсы посмотрим как у нас выйдет выглядит настоять нововыщих и предстоящие видеоигры и так поехали да дорогие друзья мы начинаем нашу последний тема это мир видеоигр нововыщих и предстоящих и сейчас мы с вами наблюдаем что сентябрь же у нас состоялся начало его этого месяца регби 24 вышел 7 сентября 8 сентября вышел на батуте 24 следом за ними вышел в запись его подкаст в эти минуты когда выходит mortal kombat 1 1 на зареал студии sworena brothers games следом 29 сентября выходит e-sports c24 22 сентября выходит для владельца met edition e-sports c24 а ты и ванкувера и румынии e-sports в октябре декабре выходит крики 24 5 октября 6 октября начало 24 а ты и ванкувера e-sports дальше e-sports c5 выходит 27 октября следом e-sports wc 3 ноября еще неизвестна дата релиза дата релиза the tie break the tie break official game of the atp wta на abicon studios in a con и соответственно соответственно среди и видеоигр базирующихся на базирующихся на видеоиграх фильмах и телевизионных релизах knuckles выходит knuckles выходит на парамонт плюс в рамках sonic the hedgehog от сеги entertainment и в общем-то всякое может быть соответственно beat saber на ps5 выходит 24 вышел 24 мая соответственно по итогам а августа вышла мандал 24 18 августа и затем вот там диванного ватши игры на oscar arcade rush вышла 15 сентября инспектор гаджет мэттайм партия 14 сентября вышла затем мы видим что супер бомберман 13 сентября вышла гамбрелла тоже в тот же день вышла ну и следом за всеми этими событиями мы уже рассказали что рыбит 24 вышла и нбадуги 24 вышла на oscar arcade rush выходит также и mortal kombat 1 выйдет также payday 3 выйду тренд символ 4 на windows ps4 ps5 xbox one xbox series xs и спорта 4 тоже выйдет соответственно выйдет мхл-24 wildcard football дальше и спорте все пять ватами твачи чемпионшем от и спорта и спорта и следом за ними футбол менеджер 4 шестого числа ноября месяца после wrc и спорта 3 акте 3 ноября на нинтендо свитч выходит хогвартс легаси 14 ноября сколько бы они переносили на шествер и warner brothers games всякое могло всякое может случиться но не еще неизвестна дата уфл уфл очень известна дата уфл когда она может выйти команда евгения нашилова разработчиков страйкер синг пока не знает что будет может будет происходить но мы знаем что партнеры у нас уже не у игры уже имеются и наверное мы будем смотреть в момент специального выпуска посвященного уфл и нашим впечатлением как только эта игра может выйти в релиз уфл на бесплатной фритуплейной платформе на фритуплейной платформе на консолях нового поколения и на пк ну что ж друзья хочу вам сообщить что вы послушали посмотрели супер дизет подкаст 36 раз а следующая наша встреча состоится 28 сентября в четверг в запоминайте потому что двадцать девятого будем делать гостевой стрим по и спорте 24 как только она выйдет после предзагрузки нашей и соответственно 28 сентября мы будем обозревать гран-при японии на suzuki international и этап на скаре в определенный на определенном овале на определенной трассе в рамках раунда из двенадцати плей-офф на скара да и многие другие этапы в гонках как ожигали любимый герой команды и соответственно все что касается видеоигрного высших предстоящих мы с вами узнаем по ходу этого месяца а с вами был дизет вы были только что на канале дизет и вы подслужили посмотрели супер дизет подкаст подпишитесь поддержите лайком это видео не забывайте нажимать на колокольчик под всякими нашими видео и слушать наш подкаст где бы вы не находились до новых встреч друзья всем пока